здравствуйте 31 марта принесло кроме выступления лукашенко на посоветском пространстве еще одно событие владимир путин утвердил концепцию внешней политики российской федерации документ который подтверждает амбиции россии и и агрессивный характер и не сулит ничего хорошего соседям ну а также документ которым сама россия признается в том что она страна бензоколонка подробно этот документ проанализирую в данном видео премьера на ю тубе будет несколько позже мои же подписчики на патреоне могут увидеть этот ролик раньше и им же доступна полная текстовая версия ролика для остальных лайкайте подписывайтесь на канал поддерживайте канал снова таки через patreon либо через мемборщип она же спонсорство youtube канала и давайте начинать итак президент путин подписал концепцию внешней политики россии этот документ настоятельно рекомендую почитать находится на сайте кремля и уже в базах данных российской федерации базы нормативных актов ну а мы давайте начнем по некоторым таким забавным пунктам и так первое если брать в качестве резюме то концепция внешней политики это документ который описывает желаемое место в мировой системе для того или иного государства и механизма каким образом это место будет либо достигаться либо сохраняться то же самое для россии в отношении российской федерации если из отбросить излишнюю корректность имеем еще раз повторю статус бензоколонки которая всем угрожает из-за выстроенного самостоятельно забора и параллельно пытается развернуться на восток почему так бензоколонка вроде бы ошиб обидно но давайте не будем ходить вокруг да около обратимся к самому документу пятый пункт преамбулы владимир путин определяет статус российской федерации как именно такого государства но я с ядерным орушен просто приведу цитату место россии мире определяется наличием у нее значительных ресурсов вас секс во всех сферах жизнедеятельности и и статусом постоянного члена совбеза оон участницами ведущих межгосударственной организации объединений одной из двух крупнейших ядерных держав и государство правоприемника правопродолжателя союза ссср то есть минутку место россии это не инновации не экономика не культурное достижение нет нет это тупо нефть и газ ядерное оружие и история советского союза все и на основе этого россия выстраивает документ который в котором она будет пытаться объяснить почему она ей необходим уникальный статус одним словом 76 пунктов всего пройдемся по остальным 70 будущее мироустройство если говорить вот в комплексе то в россии кремле однозначно воспринимать как много полярные с наличием нескольких тут цитата влиятельных и самостоятельных центров где российская федерация несомненно один из них причем обозначены механизмы достижения сосуществования и работ таких центров ну массе своей стандартной еще раз механизмы описано российской федерации развитие сотрудничества увеличена роль международных организаций но есть и несколько уникальных пунктов часто в частности противодействия антироссийской деятельности иностранных государств их объединений в принципе а также содействие сохранению за рубежом исторической правды о памяти и роли россии мировой истории то есть еще раз не достижениях ничего то вот историческая правда и очень интересный подбор правда добрососедства с сопредельными странами то есть каким образом это будет формирование отношения добрососедства с сопредельными государствами содействия предотвращению возникновений устранение очагов напряженности конфликтов на их территории то есть российская федерация говоря о равноправии всем остальным сразу оговаривается что намерено проводить политику вмешательства дела соседей но может быть это не так страшно ну что ж давайте пойдем чуть дальше тезис об многополярном устройстве как он раскрывается в российской федерации кремле декларируется приверженность россии подходом на основе равенства государства неприятие гегемонии международных делах не вмешательства внутренних дел и так далее прекрасно но с другой стороны конечно соседи но это ладно но идем дальше параграф 19 ключевой задачей кремль видит устранение рудиментов доминирование соединенных штатов америки и других недружественных государств мировых делах создание условий для отказа любого государства от неоколониальных гегемонских амбиций но прекрасно давайте начнем с избирательности хорошо доминирование сша недружественных государств а дружественных второе отказ не к не колониальных и гегемонических амбиций прекрасно задекларировано противодействие соединенных штатов америки но вот вторая часть ее можно было бы воспринять как позитивно можно было бы если бы не отнесение россии самой к себя к списку ведущих государств то есть те которые так имеют право влиять на других и содержанию пунктов 25 26 и так в двадцать пятом параграфе российской федерации декларирует возможность использования вооруженных сил россии в частности для цитата решение задач по отражению и предотвращению вот отмечено вооруженного нападения на россии или ее союзников а также для защиты своих граждан находящихся за рубежом и вот тут как нельзя кстати давайте вспомним активную паспортизацию которую россия проводила фактически раздавая заграничные паспорта и на территории осетии на территории абхазии на территории украины да и беларуси делает то же самое то есть соответственно сегодня раздали паспорта завтра будем защищать граждан параграфе 26 это следующий проект россия декларирует готовность на симметричные и симметричные меры необходимые для пресечения недружественных действий а также для предотвращения их повторения в будущем минутку недружественные действия с вооруженной силы по предотвращению вооруженного нападения или союзников вам не кажется что-то ну мягко говоря угроза для соседей просто существование такого документа ну и наконец расшифровка в параграф 28 где кремль декларирует работу по предотвращению еще раз предотвращению возникновения угроз безопасности со стороны сопредельных территорий государств мы тоже множим на содержание следующих параграф 43 45 где говорится о формировании единого гуманитарного пространства снг распространение русского языка русской культуры и даже защиту рпц а в 49 параграфе россия декларирует что намерен предотвращать цветные революции формировать систему основанную на ключевой роли россии в сохранении укреплений региональной безопасности это касательно постсоветского пространства проще говоря если говорить о соседях то любая попытка проведения любой кроме пророссийской политики соседом российской федерации кремль воспринимается как политика ведущей к возникновению угроз но естественно противоречащие вот как раз таки и цветным революциям и купление россии в качестве ключевую ключевое государство есть это угроза российской федерации а дальше а дальше возвращаемся пункту 25 вплоть до применения военной силы кстати той же самой концепции говорится недопустимости санкционного давления на другие государства за исключением решений совета безопасности оон но это для других россия же считать что имеет право цитата по принятию мер воздействия специально экономических мер в отношении за странных государств объединений иностранных должностных лиц организации и граждан причастны к совершению недружественных действий в отношении российских граждан и организации а также к нарушению основополагающих прав и свобод соотечественников проживающих за рубежом забавно правда и вот заметьте что тут уже есть разделение на российские граждан и соотечественников а для того чтобы понять обратимся к такой вещи как законодательство и вот соотечественники за рубежом это более широкое понятие которое включает в том числе граждан бывшего советского союза которые ну тоже избирательны то есть если гражданин не слишком любит россию он не соотечественник если любит то плюс соотечественник таким образом мы имеем что по крайней мере в регионе российской федерации но мягко говоря угрожает всеми каждого просто потому что она есть не угрожает до тех пор пока ты идешь в курсе российской политики и делаешь то что россия пытается тебе навязать но при этом не не за не заявляя что это навязано и наконец переходим к внешней политической ориентации крем декларирует развитие партнерства с китайской народной республикой индии ираном декларирует активный вход в африку работу южной америке первую естественно первую очередь с теми кто подвергается давлению сша а а по отношению к самим соединенным штатам в очередной раз декларируется противостояние но с оговорками а с оговорками о формировании системы баланс интересов а вот с остальными англосаксонскими государствами не так страшно противодействовать там кремль ставит уровень отношений в зависимости от готовности тех уважать законные интересы россии тоже кстати в отношении с европейским союзом противостояние с ес целью выйти на режим сосуществования с уважением российских интересов вот забавно правда то есть сша сразу этот сильный перед этим страшно мы как-то договоримся вот остальных мы будем давить на остальных будем наезжать но кай вот теперь какой вывод кратко вывод описан заголовки агрессивная бензоколонка угрожающие руки но которая при этом ищет партнеров на востоке если же развернуто то имеем забавную ситуацию при которой ключевой задачей внешней политики кремля есть подтверждение своего статуса супердержавы соответственно с возможностью агрессивное вмешиваться два соседних государств как минимум соседних и ради такого статуса россия готова и дальше поддерживать конфронтационную линию с западом но поскольку собственных сил противодействия недостаточно в кремле надеются на усиление взаимодействия с китаем и индии и работу ну как бы сказать на периферии их интересов то есть китай идет в африку где-то сбоку россии китай конфликтует сша россия тоже говорит что мы также то есть по принципу спрятаться за более сильного ну это уже политика мягко говоря не супердержава хотя агрессивного обиженного государственного образования которые это государственное образование само же себя окрестила условно говоря бензоколонкой либо страной построенными ресурсах на сим у меня все если видео понравилось лайкайте расшаривайте комментируйте подписывайтесь на канал поддерживайте спонсорство канала через кнопочку join а также поддержите развитие канал на патреоне традиционно не верьте ни одному моему слову каждый тезис проверяйте тем более что концепция внешней политики российской федерации висит в открытом доступе можете почитать сами сделать собственные выводы и это касается не только данного ролика и всех остальных потому что человек ценен тем что он умеет думать и решать сам и соответственно вы можете соглашаться либо не соглашаться со мной либо с кем-то еще но верить на слово нельзя ни в коем случае проверяйте через себя думать это не больно и это как правило приводит к успеху в жизни а я хочу чтобы моя аудитория была успешной поставил в остальном радость и счастье удачи мирного неба на голову всего наилучшего